Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это Мистер Икс, и мы всё ближе и ближе к финалу. Не знаю, будет ли сегодня последняя серия, либо предпоследняя, потому что у нас осталось три девчонки. Ну, а если хотите смотреть всё первыми, то на канале Пятница, каждый вторник, выходят новые выпуски. Все информации есть в описании, но если вы дождались Чента, то добро пожаловать на мою реакцию. Три девчонки осталось. Здесь, скорее всего, есть, конечно, шанс, что сегодня будет финал, но есть такие предположения, что нет. Я думаю, что в финале, возможно, будет две девчонки. Но сегодня, по истории предыдущего выпуска, наш Мистер Икс будет знакомиться с родителями, с родителями девчонок. И вот что это будет, узнаем прямо сейчас. Поехали! Вот здесь твои девочки, и две из них, скорее всего, и будет твой выбор. Не ошибись. На прошлой неделе девушки прошли серьёзную проверку несовместимой с нашим Мистером Икс. О! Чего это бурило? Всё хорошо. Я не думаю, что вы так плохо готовите. Стоп, остановитесь, всё. Это уехало. Отдумала любовь на всю жизнь. А, поехали так, а чё, что сразу? Эти переспали. А это рыбнет. Чего ты не можешь? Я расстреливаю тебя. У меня не попадите, тук. В результате осталось всего три претендентки на его сердце и кошелёк. Да какого чёрта ты вообще не понял, а? Ничего ты не понял. Но ни одна из них до сих пор не догадывается, что главный герой не тот, за кого себя выдаёт. Мне просто интересна потом будет реакция. Наверное, кто единственный, о которой он должен будет признаться. Привет. Наши участники в шаге от финала. Для девушек наступает волна. Всё, то есть вы уже всё-таки поняли, что это не последний выпуск. То есть это предпоследний выпуск. Ну ладно. Я очень жду встречи с Катей. Она уже заселила во мне как душевный человек, с которым можно поговорить. Конечно же, мне интересно знать, где она росла, какова её история и как мы будем взаимодействовать дальше. Тебе так по затылку огореть. Ну, блин, прикольно. То есть соскучился человек. Это тебе. Вау. Чувак с цветами приехал ко мне в Хомаровск. Я не могу поверить, что это происходит. Ну, цветы он купил, наверное, в Хомаровске прямо. У нас был тест на совместимость. Что? Кать, мне жаль. Ну, есть шансы, что он на этой неделе её выбросит. Что-то мне так кажется. Серьёзно, он судит по этой всей теме? И в финале окажутся эти двое. На самом деле, цифры не сравнимы с тем, что я чувствую. Завоевала самый маленький бал, но Игорь не... Он реально взял и прилетел ко мне. И это просто, ну, 10 из 10. Чё, давай я тебе покажу Хомаровск? Давай. В Хомаровске я был только проездом в детстве. А чтобы гулять по этому городу, ни разу не было такого. Где мы сейчас находимся? Мы находимся на площади Комсомольской. У нас тут собор в латическом стиле. И памятник вот такой вот. Посвящённый героям гражданской войны? Походу. Я не помню, что это за памятник. Я не переживаю, потому что главное, что мы вместе проведём сегодняшний день. Ты видишь, что когда-нибудь такие зонки есть? Мне не приходилось жениться ни разу. А? Ну нет, это же не для женитьбы. Это просто люди... А вообще по факту и потом срезают. Типа защёлкивают замочек на женском сердечке. Что потом было место для новых. В знак своей любви ты делал. Делал ты когда-нибудь? Поэтому, если вдруг кто-то думает, что мы сейчас повесим, и наша любовь будет долгая, пока висит этот замок, я хочу вас расстроить, их срезают. Не, ну если вы, конечно, находитесь в каком-то таком отдалённом захолустье, где вообще замки никто не вешает, и это как... Ну нет. В основном всегда, сколько я знаю, эти замочки срезаются, потому что нужно очистить место для новых замков. Поэтому, если вы в это верите, то когда срежут этот замочек, ваша любовь посыпется. Я никогда не делал. Я никогда не делал. Всё, мы вернули. Что, ты грешкица? Можно, ну, Снежка говорит, лайфхак, можете у себя во дворе повесить. Мне с Игорем комфортно. Будут у вас забор любви. И я думаю, что уже пора на какой-то новый этап переводить отношения более близкие. Можете с ней поздороваться в комментариях. А то бывало спрашивали, типа, чем-то, а где Снежка? Типа, что там пропало, че-что? Нет, вот. Смех Снежки, спонсор данного выпуска. Всем спасибо, можно поставить лайк. Продолжаем дальше. Минутная рекламка. Из-за того, что украли мое сердечко. Незаконно быть такой красивой. Так и тушь, окраивайся, всё не смейся. Следующий этап, это знакомство с своими родителями. Не знаю, не знаю, посмотрим. Для меня крайне ожиданность. Если задают неудобные давящие вопросы, ну, я начинаю пробить. Тебе знакомо это место? Нет. Сто пудово знакомо. Ты его очень много раз видел. На Кипре? Нет. Чего они? Ну, похоже, здание есть на Кипре. Участвую, видят люди, которые зарабатывают много денег. Он на Кипре раз в жизни побывал? Я надо быть поосторожнее. Я сдаюсь. Помнишь бассейн с деньгами? На первой вечеринке. Катя? У меня среднестатистическая заплата дальневосточника 39 тысяч рублей, но у меня был другой поинт. Вот это вот Ерофей Хабаров. Это самая гигантская денежка, да, у нас в России. И это вот там, где я родилась, да? Мои родные деньги, да? Всё. А-а-а. И пять тысяч рублей. Вот ты что говорила, да. И когда я набирала эти деньги, я вот ориентировалась на эту тему. Хабаровский утёс, вот это тот чувак, который открыл Хабару. А вот это вот мост. Не помню, куда он ведёт, или что это за мост, на самом деле. Но это вот с Хабарой связано. А встреча Игоря с Алиной и её семьёй пройдёт не в родном Ульяновске. А в Москве. Интересно, чем собирается удивить Алина нашего мистера Икс? У меня отличное настроение. Мне очень хочется увидеть Алину. Вроде бы не так давно виделись, но уже успел послушаться. С тюльпанами? Я уже издалека высматриваю твою улыбку. Привет. Привет. О, тут так стоит ещё, знаете, рука в кармане. Я рада тебя видеть. Такой мачо. Я пока не знаю, куда мы пойдём. Я бы хотел бы посмотреть, с какой стороны откроет для меня Москву Алина. Куда пойдём? Пойдём гулять по Арбату. Пойдём. Я всегда мечтала о том, что я смогу со своим любимым мужчиной выйти по карманам. Я гуляюсь по моей любимой улице за ручку с букетом цветов. Мне кажется, этот уровень романтически зашкаливает. Конечно, мы же переспали. Мы хотим, что выйдём по Арбату. Когда я только переехала в Москву, Арбат – это была первая улица, по которой я вообще шла. Первый барби-шоп, в котором я работала, находится между старым и новым Арбатом как раз. А твоя любимая улица в Москве? Если вспоминать мне про своё пребывание в Москву, она всегда сопровождалась какой-то работой, работой, работой. Особо не было времени там где-то погулять. Но это тот город, в котором ты хотел бы остаться жить на всю жизнь. Город возможностей. А жить я не привязан к какой-то одной точке. Мне самое главное запасы – компьютер, интернет и всё. Мне приятно. А так хоть, блин, на полгода на Бали жить можно. А чё это прямо? Мне надо это записываться в новый сезон битвы экстрасенсов прям. Он на Бали, я ему говорю, на Бали. Ну сразу, вот это всё, это стопудов. Бабка, наверное, ведунья-шептунья была в пятом поколении. Можно или ещё что-нибудь? Ну вот не бывает так всё идеально. Вот женский мозг тупой. Когда всё хорошо, ты всегда реально ждёшь какого-то... Он скажет, что он женат в конце. Я не знаю, 15 детей у него. Вроде ты хочешь отдаться полностью. Я потом скажу, ты извини, Малай, но это всё мои фантазии. Пошли, будем вместе квартиру мыть, заказ пришёл. Ну где подбог? А тебе хочется заботиться. Это хорошо? Ну у меня такое желание называется. Мне нравится. Когда у меня заботится, да. И мне нравится, что если такое желание появляется. А ещё что тебе нравится? Ты. Ага. Какой-то, блин, классный. Ты вообще скачал? Конечно. Ты смотри уже. Каким? Конечно. Он может тут жахлимся сразу, да. У меня был бы занят, род занят. Мне бы интересно с ним гулять и слушать, и я от этого не устаю. И, соответственно, сопровождаю. А другие ж девчонки не знают, что он уже это? Мне тоже нравится. И в этом ты находишь какую-то надёжность, определённость. Да вот максимум там. Поцелуйчики. Потому что она пришла добраться за отношениями. Как ты думаешь, отношения должны наполнить друг друга? Человек должен наполнить другого? Нет, я считаю, что это две единицы состоявшиеся. И они могут давать друг другу что-то такое, чего не хватает. Ну, типа, там, какой-то заботы, ласку. Ну, дарить какие-то прикольные эмоции. Это называется «дополнить друг другу». Короче, ты понял, почему я не люблю? Это другое, он мне сейчас разговаривает, мне хочется тебя поцеловать. А тут уже стоит, да? Да я вообще тебя уже не слушаю, просто лезни меня. Я не влюблёнными глазами, но она мне очень нравится. Как человек. А София назначила Игорю встречу в небольшом посёлке, расположенном в Тульской области, где прошло её детство. Посмотрим, раскроет ли неприступное... Я думаю, что это писло, как Романдовский, нет? Нашему мистеру Иксу. Очень соскучился по Софии. С последнего свидания прошло уже много времени. Очень хочется её, наконец-таки, потрогать. Хотя бы за руку. Мне очень интересно, что связывает Софу с этим посёлком. О многом хочется ещё поговорить. Привет. Привет. Это тебя. Спасибо большое, очень красиво. Я очень рад. Я на него обиделась в прошлый раз. Я хочу послать. Я надеюсь, у нас ещё будет время. Так выглядит облом. Пойдёмте, я тебя провожу. Пойдём. У меня остались к Игорю вопросы, и я, наверное, не могу сказать, что я прям соскучилась. Ну что, мы в микрорайоне города, в котором я выросла. Я предлагаю тебе прогуляться. Пойдём. Когда мне было около 10 лет, наша семья оказалась в Тульской области, посёлок Шахтёрский. Я не очень люблю это место. Оно у меня связано не с самыми лучшими воспоминаниями. Но я решила показать это место Игорю, потому что здесь живут мои родители до сих пор. Несмотря на то, что я этого не хочу. Ты не замерзла? Замерзла немножко, но держусь пока. Возьми початки. Спасибо. Класс. Вообще. Всё, теперь у меня есть всё, что нужно для счастья. Я с огромным трепетом отношусь, когда обо мне заботятся. Я прям сразу тая, такая. Так, ну я завела в самую грязь нас. Давай. А давай я тебя возьму. Отдать? Я её сейчас на руки возьму. Давайте сюда. О, вот это класс. Ещё очень приятно. Спасибо. Ого. Повторение в отчечении. Всё, мы теперь только по грязи ходим. Да. Это сколька. Спасибо тебе большое. Я веду себя, Софа, как влюблённый дурачок, да, но факты есть факты. Она растрогалась, и мне было приятно. Я какой-то короткий промежуток времени тоже живу в посёлке. И это тоже мне напоминает детство. Я это ещё на первой встрече почувствовала, что этот человек отжил обычной жизнью, с простыми родителями, да, никто там, ну, серебряную ложку в рот не пихал. Мы очень сильно похожи. Я здесь 8 лет прожила. Ой, как похожи. Я просто, ну, приезжаю к родителям, но нечасто здесь бываю. Я чувствую, что Софа стесняется своего скромного прошлого. И она пытается постоянно каким-то образом оправдаться. Меня больше всего беспокоит, как она отнесётся ко мне, когда она узнает правду обо мне. Ведь я тоже как бы скромный парень. Я же не миллионер. Ну, что? Я думаю, мы нагулялись. Она скажет «Ух ты!» Насмотрелись. Ох, как нагулялись. Теперь приглашаю тебя в гости. Отлично. Пойдём. Познакомлю тебя с мамой. Папу, к сожалению, нет. Он работает у меня вахтовым методом, поэтому на 15 дней уезжает. Мне волнительно знакомить нового человека со своей мамой. Это очень серьёзный шаг. Для меня очень серьёзный. Потому что, ну, далеко не всех я везу знакомить со своей мамой. А тут ещё привезти надо. Но кого-то ж возило, видите? То есть, далеко не всех везут. То есть, это был не один человек. Мне всегда надо, чтобы по грязи походить. Мы давно не ходим. По отполированному мрамору постоянно хожу. Тут голыми ногами. Господи, боже мой. Знаете, у меня временами ощущения, он немножечко перебарщивает. Вот это с этим вот а-ля пафосом. Типа, ну я вообще по полированному мрамору хожу. А-а-а! Кайф! Так я ещё к дому не подходила. По полированному мрамору. Мне очень приятно, что он меня носил на руках. А причём не один раз. Вообще в Дубай. Ну и что, ты готов? У меня есть вопрос. Очень важный вопрос. Перед тем, как мы туда зайдём. Как мне тебя представить, маме? Просто, возможно, он не понимает, но люди, которые финансово обеспечены, адекватные люди, они вообще никогда не хвастаются. Ну, мне так почему-то кажется. Возможно, я ошибаюсь, но адекватные, обеспеченные люди не начинают сказать, я тут ходил по полированному мрамору, вообще как бы планирую полететь. Скоро в Дубай. Мне хоть сам на дедка первым клану. То есть это уже совсем другое какое-то. Она не знает, где ты находишься на каком проекте? Она знает, что я в поиске, но она не совсем в курсе, что за проект. Ну, очень трудно привести к родителям человека и сказать, он очень крутой. И вот мы сейчас с тобой, мам, должны как-то сделать так, чтобы ему понравиться. Я тот парень, который претендую на серьёзные отношения. И на ваших квартирах. Я смогу это сказать. Делаем так, что типа не у меня выбор, а у тебя выбор. Я за него борюсь. Если бы мы поменялись бы с тобой местами, если бы я бы тебя завоёвывал бы. И я бы не сухой. А я тебя завоёвываю? В какой позиции я нахожусь? Как ты видишь позицию девушек на проекте? Хочешь завершить разговор? Нет, конечно. Просто понимаешь, мне кажется, что мы с тобой немножечко друг друга не слышим. Я тебе который раз об этом говорил, а ты все не понимаешь. Это странно. Я не считаю, что я в таком положении нахожусь. У меня нет выборов. Почему? У нас есть выбор в обоих. У тебя есть выбор, у меня есть выбор. Конечно. Сами. Хорошо. Тогда пошли, и всё. Расскажи мне про Санеца. Ты прогулила школу? Да. Бухал. А что? Я не верю. За гаражами пил? Нет, за гаражами я курил. Чего? Что происходит вообще? Я с тобой точно тут тусуюсь? Где не подменяли тебя? Это был шестой-седьмой класс. А потом уже взялся за голову. Стал больше заниматься спортом. То есть спорте перекрыл алкоголь и сиги? Да. Нет, это круто. У меня было тоже пацанническое одеться. Потому что... Это так видно. Когда девочки плели косички барби. Я белоборды. Я наводила порядки на районе. Аля, крышевала-то. Значит так, блин. Это мой пенёк. Там прыгали. На перегонки бегали. Прыгали, кто дальше с качели. Соответственно, там я получала все свои травмы основные. Вот, а потом я начала и лёгкой атлетикой заниматься, и плаванием. Там уже было не до тусовок, не до игр. Понятно. Мне очень комфортно с Катей. Мне очень понравилось, как она открывалась мне. И мне её хотелось дико целовать. Ты скачала? Да. А ты? Я тактильный человек. И если я не целуюсь на свидании, для меня это означает, что свидание не удалось. Да, а если как бы я не переспал, то, вы знаете, и ночь не удалась. Я люблю селоваться. Катя, приятно селуется. Мне это нравится. Кстати, ирис, это любимый садок моего мамы. Отлично. Всё было бивого, классно. Мы пошли на колесо обозрения. Это, типа, самое гигантское колесо на Дальнем Востоке. Серьёзно? Ты каталась на нём один раз? Я боюсь. Когда его только сделали, да. С одной стороны, у меня уже сердце в пятки уходит, я так думаю... Вот, а с другой стороны, очень круто показать Игорю город с высоты птичьего полёта. Смотрим меня. Я беру птичку. Ну, только пятна от стёкол ты держишь. Ага, у нас ление от сны. О, улыбка была. Ну, последняя самая живая была. Я люблю свой город и люблю вайп, в котором я росла. Мне кажется, то, что оттуда самые честные люди с хорошими, правильными ценностями семейными. Если бы я родилась где-то в другом месте, может быть, я не была бы такой, как я сейчас есть. Хочется... Сто пудов. В Москве есть ещё одно место, которое очень много для меня, значит, и я хотела бы себе его показать тоже. Хорошо. Понял, что... Мне хочется показать Игорю это место, чтобы он понял, в чем я живу. И несмотря на то, что замуж я выйду за богатого чувака, я как бы не собираюсь бросать свою работу. Я не могу без него жить. Вот-то правильно, лучше бы работу не бросать. А то ты знаешь, мне кажется, если ты замуж выйдешь, то как бы работать, наверное, придётся. Это реально как будто бы смысл, цель моей жизни. Я провела здесь очень много лет. Ну, вы поняли. Очень многое меня с этим местом связывает. Это как мой второй дом. И раз уж мы здесь, то раздевайся, будем тебя стричь. Ладно. Ну, у него стрижка офисного работника. А мне нравится, чтобы это можно было сочетать. И офисный стиль, и вот такой разгильдяйский. Не боишься? Это что? Ну, давай, удиви меня. Не знаю, нет. Ты мне доверяешь? Да. Ну, давай. Как можно сделать офисно-разгильдяйский стиль прям? Пробуем, что у нас выйдет. Будем наканунуть на стрижке. У меня такого ни разу не было, чтобы девушкам на свидание не стригло волосы. Но мне показалось это очень забавно. Интересно, как ты будешь это делать. Я не буду тебе что-то кардинально менять. Пока что. Я за экономию времени. Не надо там стоять два часа около зеркала. Каждую волосинку вот так вот зачесывать. Я думаю, что мужчина должен тратить время на зарабатывание денег, на свою женщину, на семью и прочее. Девушка-то такая прям. Не надо тебя тратить на свою красоту. Ты лучше потрать на меня. Я твоя красота. Я твоя инвестиция. Ну ты не переживай. Опыт не пропьешь. Шесть лет я это делала. Ну просто на протяжении всего проекта я боялась сказать ему что-то не так. А тут я понимаю, что я боюсь сделать что-то не так. У меня трясутся руки. Это все из-за того, что вот... А что поменялось, ты мне, конечно, прости. Длина чуть-чуть уменьшилась. И все? И то плохо это заметно. Это он. Давай, стриги нормально, чтобы прям разница была видна. У меня никогда в жизни не было никаких романов ни с коллегами, ни с моими клиентами. Я считаю, что это абсолютно ненужная история, которая может подпортить репутацию, а мне это не почему. А вдруг это любовь? Вот я всегда думал, вот работает там девушка-барбер. Барбер. То есть барберу, это же как бы мужской салон. Это не а-ля парикмахерская для девчонок салон красоты. Барбер, это мужской парикмахер. Вот тебе приходят мужики. Часто ж могут же быть как мужики, типа там, одиночки, в разводе, холостые. Они ж могут подкатывать. И типа ты такая нет? Ну чё тебе сомневаюсь? Вот если девчонки меня смотрят, кто-то барбер, кто-то так вот познакомился вот с человеком, вот встречались. Или может быть кто-то вот так вот и поженился. Мне кажется, что это вполне реальное. Причём я даже что-то так думаю, очень популярная история, как девушки-барберы. Не все возможно, но точно не одна такая была, которые находили себе так вторые половинки. Типа клиент пришёл, время, чтобы пообщаться. То есть ты о клиенте что-то узнаёшь. Оно тебе прошла какая-то там химия. Может пойдём кофе попьём. О, всё, кофе попили. И дальше понеслось. Схрена или нет? А как по-другому? Ревность? Ты же говорила, что если ты выбираешь женщину, то ты в ней уверен. Ну естественно. Она настолько волнуется, и она даже губы все свои искусала. Для меня это тоже волнительно, того, что она волнуется. Скажешь. Мне нравится. А что изменилось? Прям, ну разница-то ты ж. Ого. Нихрена себе кардинально как поменялась. Не, ну тут я согласен. Тут вообще как это... Господи, прости. А тут прям, ну всё. Разгильдяйский стиль. Ну ёпсельдяйский стиль. Ну можно ж было, ну как-то более уверенно. Эх, ну ладно, не ладулся. Ну особо ж разницы. Ну прям кардинальной. Ну нету. Ну. Она, наверное, боялась, чтобы ему там не... Чтобы он не сказал, господи, что ты с моей головой сделала. Поэтому он такая, типа, знаете, это такой стиль, когда типа я стригу, ну чтоб так, вид создаю, но особо не меняется. В работе она очень красивая. Мне ещё так никто не стриг, понимаете. Ну по бокам, ладно, так постригала и так далее. Ну практически по факту оставила всё то же самое, что и было. Длину чуть-чуть убрала. С таким теплом. С таким теплом. Она намазала на голове. Это самая лучшая стрижка была. Приятно слышать. Спасибо. Оплачивать чепуте, как ты или наличкой? Я бы не хотела лишнего барбера моберя. Другой я бы хотела пост занять в него жизнью. А его женщина. Ну что, ты готов? К чему? К свиданию с моей мамой. Ого! Прямо так сразу? Думаешь, я не просто так, что ли стригла? Я ни разу с родителями девушек не знакомился. Поэтому для меня это впервые, и это очень волнительно. Я просто прекрасно понимаю, что мне будут задавать неудобные вопросы. Чем я занимаюсь? Какие увлечения? Подхожу ли я ей дочери? Ну то есть целый экзамен. И самое волнительное, это то, как я буду отвечать на них. Я же не могу сейчас сказать правду. Привет! Начала телефон к Софии. Не, вы должны сюрприз. Я очень... Привет! Привет! Я сам скучилась. Я обожаю мою маму. Она прикольная. Она очень часто ведет себя как ребенок. Я иногда поражаюсь ее каким-то реакциям. Останки Перлова дает. Но мне это нравится. Это Игорь. Очень приятно. Мы тут договаривались, как его представить. Как мы решили? Мы в процессе познакомимся. Проходите, Игорь. Спасибо. Давай, пожалуй. Спасибо. Мне очень понравилась Алена, потому что она сразу же гостеприимно нас приняла. То есть борщ, пирожки и так далее. И это очень напоминает мою маму. Как тебе? Очень вкусно. Вкуснее, чем мой. Домашний борщ. Во время нашей прошлой встречи с Игорем у нас был ребенок. Надо было его накормить. Я готовила борщ. У Игоря есть дети. Нет, Игоря нет детей. Это мои друзья оставили. Для меня это был социально-психологический эксперимент. Я есть не хочу. А надо. Вам заставлять ребенка есть? Придется. Да ну конечно, надо пообедать. Я люблю борщ. Соф, а ты сваришь борщ. Я чувствую давление. Я правильно понимаю, что нам нужно почистить свекло. Все чистки на полу падают. Да пусть падает. Мы потом уберем. Я сейчас ребенок руки сотрю. Ты не смотришь? Это твоих, между прочим, друзей, сын. У нас еще есть капуста. А капусту когда класть? Не знаю вообще. Мы не будем в борщ класть капусту? Нет. Мы уже неплохо провели время. Опять же. Вообще отлично. И вот ты пришел знакомиться, да? У тебя, значит, какие-то планы серьезные. Мама. У меня, да, конечно, планы. Хочу серьезные, осознанные отношения. Где будет теплая, чувственная семья. А мать так смотрит. Теплая семья. Но борщ варить она не будет. Круглосуточно. Я понимаю. Да, это нужно принять. И как насчет ревности. Мне очень интересно. Вот это самое шикарное, когда ты начинаешь сразу же диктовать правила. Значит, ну просто, чтобы ты понимал, значит, борщ варить не будет. Значит, ее не ревновать, деньги давать, как бы гуляет она с подругами. Ты на это все готов? Нахрена ты это так начинаешь? Ты на борщ больше отпугиваешь этим всем. Внимание ей повышенное. Я это сразу предупреждаю. Я вообще не ожидала от мамы, что она прям так раз и сразу. Ну, надо сказать, что я не знаю, как она себя ведет. Вот в ситуации знакомства с парнями. Не очень. Я ее тысячу лет ни с кем не знакомила. Не очень. Софию почему-то все хотят привязать к ноге. Это невозможно. Я понимаю. И как бы сильно она ни была влюблена, она порвет эти отношения. То есть она очень честная. Она очень открыта. Я очень рада, что он хороший. Но я тоже не хочу папину радость, мамину гордость. Вот так вот просто. Ты что, это же наш единственный цветочек. Не дай бог, ты ее обидишь, скотина. Тебя найду, поняла? Дать это на всю жизнь. Это те, когда я приводил своих девушек, знакомиться. И мама точно так же с давлением пыталась что-то выяснить у девушек. А ты в курсе, что Игорь вот такой. А он этого не потерпит. А ему нужно его кормить и так далее. Чем ты занимаешься? Знаете, как детей защищают? Чем? Просто маленьких. Что это за дело, если не секрет? А майнить биткоины, это означает... Я не хочу сдать себя, потому что я не очень уверенно себя чувствую в этой роли. Блин. Я не могу. Виртуальные монетки. Виртуальные монетки, да. Все, понятно. Я приблизительно понимаю, о чем идет речь. Я вообще не ожидал, что она может вообще об этом что-то знать. Вот смотри, у нас София всего добивалась сама. Вообще всего. Вот ты как шел. Опять надо выкручиваться. У меня получилось так, что ну как бы я решил заниматься своим делом. Считал, что за майнингом будущее. А на тот момент у меня были тоже серьезные отношения. А когда у меня были проблемы, тогда еще называлась криптовалютная зима. И там вот это все снежно-комно. Выучил слово. Криптовалютная зима. Девушка сказала, что ну извини, я не вижу за того, никакого буду еще вместе с тобой. Ну ничего себе. Мне было очень приятно, что он решился открыться. Причем он поделился этим крипами. Лапшу вешает знатно. Какая класс. Я был унужден переехать к родителям. Ну тоже зарабатывал кладовщиком. А ты не бросил то, что ты делать начал? Да, да, да. Много увольнялся. Опять возвращался. История типа просто а-ля, блин, я тут занимаюсь майнингом как-то активно. И параллельно работаю кладовщиком. Очень странно, почему он придумал историю. Ну а кладовщик это реальная история. Потому что, знаете, я там параллельно, может быть, дизайнером учился. То есть стезя совсем вообще какая-то не аля, блин, майнинговая какая-то айтишняя. Айтишная. То есть в основном люди как-то вот в этой всей среде своей варятся. Там вот если айти, то там программирование, дизайнеры, не знаю, что-то там, коды пишут. Вот, а потом снял небольшое помещение для майнингового оборудования. И я понял, что если ничего не получится, то я буду заниматься чем-то другим. Начинать с нуля, заново развиваться. Да, да. Ну, потом это все выстрелило, все это снежным комом. Опять же это все налетело. И вот, как-то так. Понятно. Это хорошо, что Игорь Богат и Софию не всегда интересуют женихе деньги. О, шикарно все. Поэтому если это не самое главное, отлично. Что это не главное? Не. У меня тоже очень много взлетов. А нахрите деньги. Господи. Взлетов по деньги. Я его прекрасно в этом понимаю. Я вышла замуж, была взлет в лакшери, богатую жизнь, где там поездки, бриллианты, подарки дорогие и все остальное. И потом я от этого отказалась и было как бы резкое падение. Я понимаю, что он прошел и Игорь у меня вызывает восхищение. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Катя, кинородители. Здравствуйте, Игорь. Познакомишь? Только хорошая квартира. Чего сказать, как на память я вообще не представляю. Потому что первый раз за долгое время я знакомлю родителей с чуваком. Это мама Ирина. Хороший ремонт такой. Это папа Андрей. Андрей, очень приятно. Я обошел полгорода и вот вам подарок. Благодарю вас. Здравствуйте. Да, это неожиданно, но очень приятно. Круто то, что Игорь позаботился о том, чтобы задобрить маму. А это Давид. Мой племянник. Катя. Племянник. Похоже, вы ближе как-то знакомы. Это от кого-то. Зову. На чь, Катя у меня. КПВНщики все сегодня отдыхают. Да, посмотрю, с Катькой, чтобы вы понимали. Это всякие эти мартиросяны. Это все чепуха полная. По тазу что-то сказать, но сразу видно, кто порвала в этой семье. Катенька у нас сразу родилась хороша, несказанно. Ну, она любимица отца. Отец ее носил до трех лет на руках в садик. Неважно там, можно идти, нельзя идти. Она просто делала вот так, и ее отец пер. Я ее лет до семи, наверное, до восьми кормила с ложки. А, да, я не хотела есть. Она кричала, не кормите меня хлебом, у меня целлюлит. Ну, да, там целлюлит аж висел. Папа у нас шутник еще такой. Всегда у нас умеет ставить словечки, чтобы ободрить кого угодно, где угодно. Она занималась танцами, пением, она занималась художкой. То есть опыт у нас есть во всех. Мать, знаете, как товар продает. Она же послушайте, вы не пожалеете. Значит, это двухлетняя гарантия официально. В сферах искусства. Хорошо. Я могу рассказывать одни часами. Вот потому что я главная фанатка своей дочери. Это заметно. Родители Кати очень много говорят о ее детстве. Как будто другой Кати и нет. И у меня возникает сразу же вопрос. А готова ли она к серьезным отношениям? Или она все так же осталась маленькой девочкой? Как по мне, залюбленный ребенок Кати Балакирина, можно я поразсказал вам. Марина Вальюровна, здравствуйте. Это вот вам. Здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Игорь. Она очень на маму похожа. На маму приняло косы и меня поцеловала. Меня это очень тронуло. Очень приятно. Похожа на маму, похоже. Меня Игорь зовут Регина. Очень приятно, Регина. Я не ожидал увидеть там сестру. И у меня только один букет. Ну, я думаю, что сестра не обиделась. Все, они плачут. Все, я не плачу. Ой, красавица. Это младшая, типа старшая. Они плакали от счастья. То, что они наконец-таки увидели Алину спустя месяц. Блин, мои родители так не будут плакать. О, наконец-таки приехал. Ну что, кушать будешь? Вот так у меня родители. А тут прям такой трепет ощущался. Ну вот это мужчина, ради которого я на полтора месяца не выхожу с вами на связь. Вообще для меня знакомство с родителями это очень серьезный шаг, ответственный. Конечно, переживаю. Потому что понравится он маме, не понравится. Понравится ему моя мама, ну как бы тут уже, извините, выбирать не приходится. И у меня мама умеет разбираться в людях. У ее взгляда я смогу сразу понять, понравилось ей или верили мне. Первая встреча была за стеклом, мы не видели друг друга. И просто нам дали пять минут просто поговорить. Расскажи про свою идеальную женщину. В первую очередь, чтобы она была умной. Ну и, соответственно, чтобы следила за собой. И чтобы, самое главное, верила в меня и в нас. Какое у Игоря было первое впечатление? Мне больше всего привлекло Валине. Я очень сильно нервничаю, эти неловкие паузы, замолчания. И ты сидишь, страшно, что такое будет. Потому что мне, возможно, на эти вопросы он отвечает как-то так. А тут ты уже понимаешь, что куда-то ему улизнуть не получится. Что придется говорить, вот, то, что он тебя на голове. Доброта. Сейчас я прям вывод сделаю. Сейчас. Под завис. Осознанность. Это вот прям, мне это очень сильно привлекло. Но я не могу этому не радоваться, естественно. У меня есть эмоции к этому мужчине. Я его впустила в свою семью. Это вообще самое большое, что я могла сделать для мужчины. Алина наш солнышко наш лучик. Мы за ней очень переживаем, поэтому хотелось бы узнать тебя поближе. Когда я увидела Игоря, я немножко удивлена была, потому что Алина общалась всегда с другим типажом, так скажем. Я сам с Дальнего Востока, с города Белогорск. И я пошел там, при Кубанском университете тоже поступил. Отучился до третьего курса. И, соответственно, в Москве я начал зарабатывать майнингом. Ну, то есть это у вас свой бизнес получает? Они так открыто разговаривали, что мне как бы неудобно говорить неправду. А как вы думаете, вам ваша жена должна работать или должна дома сидеть? О, интересно. Мне, конечно же, важно, чтобы человек развивался и чем-то занимался. Да, да, да. Мозг не уносил, да? Да нет. Правильно. Алина просто не сможет, мне кажется, сидеть спокойно просто так дома, потому что она у нас вообще такая живчая. Я переживаю за то, что она постоянно в работе. Я хочу, чтобы у нее было свое женское счастье, которое необходимо для любой женщины. Хотелось бы все-таки про Игоря тоже побольше узнать. Вообще я читаю книги по психологии, про маркетинг, все, что связано с бизнесом и так далее. Также активно занимаюсь фитнесом. Не только же свою голову чем-то забивать. Ну, так не уверенно это все говорится. Ну, и лошади для меня очень такая прям... Я первый раз сел, первый раз подъехал. Все, бежим. Давай, 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 давай. Вот, ну все, волшки. Тише, все. Банят. Тихо. Чуть не вылетел. Ну, ты храбрый, конечно. Это у вас свидание было? Да. Оно было одно и, наверное, самое романтическое свидание в моей жизни. Честно, я не ожидала, что на Алину это так подействует, что я увижу у нее такой блеск в глазах. Путешествуйте, ездите куда-то. Путешествуйте, кстати. Конечно же, что. Правда, мне не во многих странах побывалось... 15 раз в год. Но... Какая больше всего понравилась, запомнилась? Это Кипр. Иди сюда, куда вылетел? Это Кипр. И больше я нигде не был, да? Что, как вам впечатление? Вы сейчас... Хай. Нас не перестаешь. Я бы не против так проехать еще. С двумя красотками сидишь. Да. Кстати, недавно попробовал дайвинг. Тоже было захватывающе. А если что, я тебя спасу. По факту я все попробовал на проекте. Очень сложно ориентироваться под водой. Очки потеют, ничего не видно. Страшно. Вот он расслабился, и сейчас я испытываю полный восторг. Словно сказки. Какие планы? Насколько серьезно? У меня очень серьезные намерения. Я хочу создать осознанные серьезные отношения. Где царствует взаимопонимание. Как я сказал. Ну и, соответственно, дети. Ты любишь детей? Да. Конечно. Я посмотрел на семью Алины. У нас будут красивые дети, получается. Можно это предположить? То есть он уже так представляет? У меня также есть брат и сестра. Брат, он 15 лет. Сестренке 7 лет. А сколько вам? Мне 26. Молодые. Молодые и красивые. Да. Я мечтаю, чтобы у Алинки был муж добрый, заботливый, общительный. Не хочется, чтобы он Алинку отстранил от всей родины. Наоборот, хочется, чтобы все мы вместе общались и дружили. За семью, может быть, да? За семью. Мне комфортно с ними. Но мне комфортно и с другими девушками. Будем смотреть, что будет дальше. Папа. Алло, пап. Алло. О, привет, пробащая. Привет. Дай мне поговорить с ним, да? Хорошо, приехала вот к вам в гости. Когда позвонил отец Софы, для меня показалось немножечко странным, почему Соф не пытается рассказать обо мне. Здесь какая-то непонятка. Давай, дача, поручались мы дальше. Целую, обнимаю. А можно я даже познакомлюсь? Ему бежать куда-то надо. Побольше созвонимся. Что-то, короче, я что-то думал, что на финале даже будет. А тут как-то, ну, все очень как-то холодно. Не знаю. У меня ощущение такое, что вот он как раз вот... Это приведущие девчонки скажут. Которые только что вот общались, она там, где мама и сестра. За головы ими вылетело. Ну, не столь важно, как бы. А тут вообще как-то дебри. У меня вот скапливаются вопросики, как она устроит отношения. По каким принципам глобально, к чему она стремится. Мне непонятно, что дальше будет. Как тебе мама? Замечательная тема. Да. Да. Спасибо. Ну вот. Господи. Она приносит мои детские альбомы. Это же всегда самые неудачные фотографии. Ну, кто на них хорошо получался? Никто. Ну что, я хомяк. На это смотри. Ну, не хомяк. Просто давайте дайте мне сажать. Я такой толстопуз. Мам, мне же стыдно. Это нельзя. А вот, вот, вот. Лагерь. Да ты серьезно? Щечки эти. На тот момент ее откармливали хорошо. Видите сразу. Красивая. Я там такой кабан. Ничего ты не кабан. Давай не будешь рассматривать просто. Это кабан, да? Каждую волосинку. Понятно. Боже мой, это пытка. Зачем? Я уже забею. Ну, никакой мужчина был. Так что? У меня с ней знакомится. Почему? Мне давно так стыдно не было. Нормально. Может, мы чай попьем? А то, что-то как-то стремно здесь сидит. Меня смущает то, что я сюда пришла с женихом, а у нас ничего не накрыто. Просто пустой стол. Где поляна, да? А может быть, сделаем хворост, как замушка делала? Да. Как оказалось, у мамы были свои планы на этот вечер. Игорь, идите сюда. Вы будете меня с шефом, помощником. Будем делать хворост. Как пожелаете. Учитесь. Мама очень много руководила. Ну, а Катя молчала. Странно. Ну, как она говорила, меня вообще... Для меня что-то, давайте, скажем, без слова хворост, это что-то типа в лесу, говорят, уйдем соберем хворост. Что-то у меня такая ассоциация какая-то, знаете, вот елочки, палочки, вот эти вот, хворост называют. Не, не оно? Это что-то у меня так в голове или оно? Не собьешь ничем никак. Ванилин, яйца. А у вас такая традиция, да, получается? Не передавайте мне. Молоко. Разрыхли. Не надо трогать. Такое вообще у меня было первый раз. Я даже боялся что-то прям спугнуть или задать какой-то вопрос, как она вот так вот общалась, общалась и общалась. Да. Да. А, я живу с мужем 35 лет, и я та женщина, которой каждое утро подают завтрак в постель. О, буду иметь в виду. Да, имей в виду. Я в шоке от того, что мама взяла инициативу в свои руки. И я очень сильно надеюсь, что это нравится Игорю. Смотри, Игорь, вот активненько. У него глаза перепуганные. Вот, оп, оп. Нам нужна однородная масса. Делайте. Она всем раздала задания, как повар реально. И все делали свое дело. Игорь, я хотела спросить, какой университет закончили? Кубанский, строительный. Но я потом ушел на третьем курсе. А дальше как? Ну, дальше занимался тем же, чем хотел заниматься. То есть характер есть. Хорошо. Так, что ты на самом деле делаешь? Вроде бы меня приняли тепло, но обычно у родителей как бывает. То есть они сразу же интересуются, кто ты такой, я вообще, чем живешь, чем дышишь. Но они мне не задавали лишних вопросов. Для меня это было многоудивительно. Либо они несерьезно отнеслись ко мне, или они несерьезно отнеслись к затеи Катя. Ну вот, пожалуйста. Ну, как наше творчество? А, такая неполупечка с пудрой. Я с вами согласна. У Катиных родителей не оказалось вопросов к нашему мистеру Икс. А вот родные Алины, наоборот, решили копнуть поглубже и пообщаться с Игорем наедине. А чем, Игорь, занимаешься? Отчасти я больше аналитик, анализирую больше всего. Вот. И там больше, знаете, работа с людьми. Я на самом деле не люблю притворяться. И мне сложно на ходу что-то придумывать. Но на самом деле я бы хотел больше поговорить. Ну, на самом деле. Меня смутило то, что Игорь мало рассказывает о себе. Очень хорошо умеет увиливать от вопросов. А у нее были серьезные какие-то отношения? Ну, у нее была школьная любовь. Это лучше у нее спросить самой. Да, потому что она очень серьезно это воспринимает. Да, и если не серьезные отношения, то и как? Зачем? Встречный вопрос про серьезные отношения. Может быть? Это очень волнительно. Была влюбленность, тоже знакома с родителями. Но девушка просто не поверила в меня. Как давно это было? Да, давно. Ну, это я к тому, что ты переболела? Ладно, конечно. Это все проработано давно. До брака дело не дошло? Или было? Нет, не дошло. Но я благодарен этим отношениям. Потому что там я проявил себя как отец. Потому что у девушки... А, у ребенка. У ребенка. И я считаю, что брать ответственность на себя, это мое. Я так воспитываю. Это хорошо. Я увидела в нем какой-то стержень мужской. И вот это меня вот покупает. Мы на самом деле с Алиной очень много, в чем похоже. Увлечения, какие ее любимые фильмы. Все почти под одну копирку. Если Алина будет счастлива, тогда мы только за. За прием Игоря к нам в семью. Итак, нашему мистеру Икс удалось расположить к себе родных Алины. Интересно, будет ли к нему так же благосклонность? Алина хорошая девчонка. Здесь, конечно, какой-то... Ну как тебе, Игорь? Знаю тебя, мне кажется... Нет? Не твое. Он не такой простой, как показывает его выражение, наверное, лица. Мне же с ним надо. Я понимаю, что тебе надо. Ну что вот, ты подумал, что в нем, что? Мне просто интересно. Ну, наверное, в каждом, допустим, молодом твоем человеке, который за тобой ухаживал. Ну, что-то было, да? И в каждом, да, было сразу видно что-то. В Игоре пока ничего не видно. Для меня это супер неожиданно. Мама наезжает на... Не, ну, типа, конечно, прямая, как доска, то есть, говорит прямо, и, возможно, и права с одной стороны, но такая, типа. Я вообще против, когда прям сильно вмешиваются в отношения, особенно родители. Но она привела, она спросила, ты получила ответ. Честно, я считаю, то есть, она такая, типа, я нихрена не поняла. Я согласен, типа, он же особо ничего не рассказывает. Тем более, он же по факту врет. Да, как бы, это его задача, как бы, врать. Не то, что он так специально делает, но все равно. Игоря прям нормально как на него наезжает. В моменте мне было трудно справляться с этим натиском. Надо ему дать раскрыться, он сидит тут пять минут. Давай попробуем его раскрыть. Игорь, раскрывайся. Моя дочь Софа очень влюбчивая. Игорь красивый, высокий, наверное, в каких-то параметрах соответствует Софиным требованиям. Но я не хочу, чтобы она ошиблась. Не важно, что у него там миллионы, миллиарды, и что-то он добился в жизни. Просто дать дочь куда-то, кому-то, чужому, нет. А ты Софию знакома уже с родителями или еще планируешь знакомить? Ну, если все сложится, конечно. Если все сложится. Еще не сложится. Еще не сомнение. Честно, честно, давай честно. Вы просто, наверное, не знаете, наверное, правила проекта. Нет, я вообще ничего не знаю. На проекте я не одна, у нас много девочек. У нас было сначала свидание за стеклом. А почему ты здесь? Я надеюсь встретить тут мужчину. Уже встретила, по всей видимости. Я надеюсь, что из этого может что-то получиться. Какие-то отношения. Может быть, дружеские, я не знаю, может быть, любовные. Твоя частость покупают. А потом был еще момент, когда мы танцевали. И меня обнял, я такая, типа, блин, как это мило. Вот. Ну и все. Мы понравились друг другу. У нас очень много общего. То, что она красивая. Много сходу. Я красивый? Спасибо. Нет, я хотел плюс. Я хотел плюс-плюсовать это как отдельно. Хорошая шутка, жадная. Это не просто говорить про тебя. Ладно. Мне кажется, у Игоря взгляд более влюбленный, чем у Софии. Подтверждаю. Есть сомнения по поводу Игоря. Это тоже заметно. Может быть, он действительно такой на самом деле, как сейчас? А может быть, и нет. Она красивая, образованная, начитанная. Очень много схожих тем по психологии. Интересно. Пока интересно. Больше, чем интересно. Больше, чем интересно. Ну, вот по ощущениям все прикольно. Мне все нравится. Хорошо? Да, хорошо. Семья Брусникиных с прохладцей отнеслась к потенциальному зятю. Но наш мистер Икс просто так не сдается. Как взаимодействовать с Катей? Меня бы хотелось бы даже у вас спросить совет. Как правильно, так скажем, себя вести с ней? Главное – чувствовать человека и знать, что он хочет. А что для Кати самое главное? Для Кати главное, чтобы ее любили. Ну, и чтобы не было с твоей стороны никакого предательства. Чтобы было в отношениях ровно и честно. Тогда будет все хорошо. Хорошо? Так что в этом ничего сложного нет. В процессе все тонкости увидишь сам. Ну, да, ты вообще вопрос странный задал. Мне показался очень скромным. Говорил всеобщими фразами. А что ты ожидал? Волновался. У него как бы как таковых вопросов... Как бы при Кате не передеть, в носу не ковыряться? Типа, или что он тебе должен ответить? С парнем Кате. Катя, ну, что ты думаешь по поводу молодого человека? Ну, мне нравится он. Я думаю, что надо идти до конца. Я всегда делаю, как я хочу. Но когда дело идет мама и ее советы, я всегда это на усмотаю. Потому что мама у нас самая мудрая, всегда скажет, как есть. Первое впечатление у тебя какое? Так, образно, внешне, в общем-то, неплохой молодой человек, воспитанный. Хорошо, что он не медийный, хорошо, что он тоже там стесняется, тоже там смущается. Чувствуется, да, это неловкость. Это один из самых классных критериев. Даже если что-то не получится, то хороший будет друг. Ты думаешь, что может что-то не получится? Ну, нет, я знаю, что ты у нас из категории победительниц. А соперницы как? Соперницы тоже все достойные. На дакте славятся, да? Я не знаю, в каких они отношениях сейчас находятся с Игорем, потому что нам не дают общаться вместе. Но мои впечатления о свиданиях наших личных, мне кажется, что все хорошо, круто. Приехать сюда, это один из показателей, что человек серьезно настроен ко мне. Ну, Кать, я думаю, что Ильяме уже подошло. Если будет он на твоей стороне, то я, в общем-то, поддерживаю тебя. Вечер с родителями подошел к концу, и я решила показать Игорю мое любимое место в хабаре. Что, ночной фут какой-то пришли? Обстановка кайф. Мне нравится приглушенный свет, никого не скачать. Я люблю. Все для того, чтобы закончить вечер романтичнейшим образом. Как тебе впечатления о моих родителях? Мне твоих родителей очень понравились. Было очень комфортно. Ну, давай, наверное, отметим сегодняшний день. День сегодня. Да? Да. Мне тоже понравилось. Я чувствую, что он трепетно относится ко мне. И я надеюсь, что он остался после всех этих испытаний. Ты очень красива. Спасибо. Ну, тут, знаете, вот все-таки у меня такое впечатление, что все-таки, наверное, не Катька вылетит. Я сейчас думал, что он Катю выбросит. Но вот сейчас вот мы понемножку, понемножку подходим, 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 и я думаю, как раз вот Катя и Алина будет в финале. А вот Софию он выбросит. Ну, там вообще София, что-то все прям непонятно. И реально в ее глазах не видно прям какой-то такой прям влюбленности. Там она чем-то была недовольна, то он ее выгнал, как бы, ну, сказал, давайте я провожу из квартиры. Ну, все как-то очень натянуто и непонятно там. Бокальчик. Три бокальчика. И поцелуи затянули. Мне очень понравилось. Судя по тому, что показывают, София, наверное, поедет домой. Ну, вообще-то невооруженная злая там видит, что Алина. В какой-то эйфории пребывает она, какая-то счастливая. Когда у тебя искра зажглась, чем он тебе понравился? После первого нашего свидания я поняла, что я не хотела бы вообще от него уезжать никуда. Я чувствую себя в безопасности. Хочется на ручке, хочется побыть слабой. С ним я себя такая ощущаю. Ну, плюс ту сказку, которую он подарил здесь, на этом проекте, такого мне никто никогда в жизни не делал. Как не влюбиться, я не знаю просто. Сейчас она настолько к нему открыта. Я переживаю, чтобы Алинка не обманулась, что ли, не разочаровалась. Тут уже извините. Нет, ну, первый взгляд мне показался, что он добрый. Очень добрый. Ну да, в то же время знает себе цену, и остальной характер в нем тоже присутствует. А ты что скажешь? Ну, плохого я ничего не могу про него сказать. Мне кажется, он очень умный. Он очень умный, правда. Это первое мое впечатление. А второе? Снать кубличе умножения. Второе, я смотрю, что он очень нежно относится к себе. Может, это как раз говорит о том, что ты ему тоже нравишься, и что какая-то перспектива есть. Не знаю, чем все это дело закончится. Но я бы хотела. Да? Да. Ну, у меня присутствует какой-то определенный страх. Я не одна здесь на проекте. Еще две девочки помимо меня есть. Боюсь быть отвергнутой. Конечно, меня смущает то, что есть другие девушки. То, что парень выбирает. В отношениях двоих никого не должно быть лишнего. Нормально все будет. Игорь вернулся. Тихо. Игорь вернулся. Тихо. Звучит как тост. Да, пожалуйста, это и выкрутите. Давайте. За возвращение Игоря. Я видела, как Игорь за Алиной ухаживает. Пока они смотрят друг на друга. Они смущаются. Значит, это все искренне происходит. Здесь есть влюбленность. У нас позитивное настроение. Не знаю, как отношения дальше будут. Я думаю, что все было хорошо. Так что будем рады. Мне Игорь понравился. Мы предположения с Софией ввели все-таки. Дальше будет видно, что это не было в Ульяновске. Нет, не было в Ульяновске. Там огромная река Волга. Это еще посмотрите. Обязательно. Мне понравилось свидание с Алиной и ее семьей. То, что между нами состоялся, очень теплый разговор. Они воспринимали меня всерьез. Если говорить об отношении Алины к родителям, безусловно, они замечательные. Но что это говорит об Алине в самостоятельной жизни? Будет она ли прислушиваться к маме, к сестре? Это пока непонятно. Первый раз, когда мы сюда заехали, это было совершенно случайно. Свидание подошли к концу. Но Софа хотел еще прогуляться и показать мне свое место силы. Везде степь, степь, равнина, равнина, равнина. И тут такие бах, горы. О, было очень романтичное место. То есть, песчаная карьера, там, где была раньше вода, и там это все как-то было, и очень красиво получились горы. Вид на песок больше похожа. Солнца. Мне понравилось. Я очень любила сюда уезжать, жить в палатке. Поэтому это мое место силы. Какие, да? Очень красивые. Я чувствую его симпатию ко мне. Я чувствую, что ему пофиг, где мы находимся. И то, что происходит, не так важно, как тот факт, что мы вместе. Вот здесь монетка. Давай. Я предлагаю, загадайте желание. И как вы это желание загадаете? Чтобы мы сюда вернулись. Мы не сказали тебе. Оно не сбудется тогда. Знаешь, желание, мне кажется, в нашем случае не сбудется. Почему? Потому что я уезжаю. Хочу поцеловать. Надеюсь, у нас еще будет приятно. Он в прошлом седании не поцеловал. У нас все так много времени. Блин, я постоянно думаю об этом. Короче, давай, загадывай же магию. Так что поцелуемся на ветру, чтобы губы обветрились. Я хочу ее поцеловать. Давай вместе кинем. Раз, два, три. Все. Ой. Господи, ну что? Так у нас три свидания. Всего куда ты торопишься? Тут уже финал. Куда ты торопишься целовать меня? Через год обсудим это предложение. Мне что так кажется, шансы у тебя на вылет будут большие. У меня не бывает ничего так быстро. Все, мы закрепили. Мы все закрепили. Мы не закрепили. В смысле? Желание не сбудется, я считаю. А что нам надо делать? Что нам надо делать? Ну, оно его постоянно динамит. То есть уже ладно, типа, как-то это все странно. То есть это как бы показывает то, что то ли нету какой-то реально великой симпатии к нему. Он же даже не спать с тобой предлагает, хотя уже некоторые спали. Ему важно получить от меня ответ, что да, ты не нравишься. Ну. Ну да, наверное, уже пора. Ну да, наверное, уже пора. Смотри, чтобы губы не обветрились. Ну, блин, шансы на вылет большие. Как бы Катя еще может вылететь, но... Итак, очередная неделя нашего эксперимента позади. Страсти накаляются. Девушки не знают о том, как прошли свидания Игоря с соперницами, но каждая считает себя фавориткой. Ну давай. И прямо сейчас состоится церемония прощания, на которой мистер Икс примет решение. Кто пройдет в финал, а кто покинет проект навсегда, так и не узнав, кем на самом деле является главный герой. Пока вы не посмотрели, проверьте свою интуицию. В последней неделе перед большим финалом подошла к концу, и прежде чем ты сделаешь свой выбор, расскажи, как все прошло. Ром, я приехал ко всем девушкам в гости, к их родителям, и познакомился с ними. И я сделал определенные выводы. Например, в семье с Катей мне будет очень весело. Катина мама. Это настоящая буря в семье Бусникиных. И все пляшут под ее дудку. То есть, смотри, архат. Да. Игорь, идите сюда, будете мне с ушефом, помощником. Моему это не понравилось. Активненько, вот так вот, вот так вот. Оп, оп. Нам нужна однородная масса. Делайте. А у вас такая традиция, да, получается? Не перебивайте меня. Я перебил, извиняюсь. С такой тещей точно не соскучишься. Но я так и не понял, понравилось ли мне семье или нет. В глаза мне улыбались, тепло встретили. Но на самом деле я не знаю, что они подруги обо мне. А что с Софой? Встреча с мамой Софы была больше похожа на допрос. Ну вот, ты пришел знакомиться, да? У тебя, значит, какие-то планы серьезные. Мама. Ну здесь, да, тоже как-то так себе было. Понимаешься. Ну только с Алиной было нормально. А ты Софию знакомила уже с родителями или еще планируешь знакомить? А, ну... Софию почему-то все хотят привязать к ноге. Это невозможно. Я понимаю. И как бы сильно она ни была влюблена, она порвет эти отношения. Я учу. Как привязать к ноге? Ну... Возможно, ситуация нестандартная. Все-таки привели потенциального мужчину на смотрины. Вы переволновались? Ну, не знаю. Меня это бугает. Вот что касается Алины. Встреча с ее родителями. Я не исключено, что он вообще ее выберет. Очень приятно. Меня зовут Игорь. Какие планы? Насколько серьезно? У меня очень серьезные намерения. И я считаю, что брать ответственность на себя – это мое. Я так воспитываю. Это хорошо. В этой семье доверие, взаимопонимание и поддержка занимают первое место. Но очень настораживает через Берне доверие к сестре. Боюсь, что она будет часто принимать участие в нашей жизни, если мы, конечно же, будем вместе. Игорь, мы в шаге от финала. Я всегда советовал тебе выбирать сердцем. Теперь я предлагаю прислушаться к своему разуму. Сегодня не будет привычной церемонии. У тебя будет возможность сказать важные слова. Каждый. Лично каждый. Ну, отлично. Спасибо. Ну, первое. Ага, вот так вот, а? Катька. Привет. Привет. Я очень сильно нервничаю и не знаю, чего ожидать вообще. Я тебя очень рад видеть. Ты сегодня такая женственная. Спасибо. Ты классно тоже выглядишь. Ты тоже женственная. Я в шоке. Он сидит просто с каменным лицом, не улыбается, ничего. Смотри. Впереди финальная неделя. Угу. Если у тебя нет камня искренних намерений, и все, что было между нами фальш, давай мы останемся друзьям. Чего? Ты заболел? Чего у тебя температура, что ли? Алло. Что ты несешь? Кучерявый. Смотрите. То есть ты считаешь, я тут, бляха-муха, столько недель. Может, это все была фальшь? Нет. Не останемся друзьями. Но я не совсем узнал тебя в окружении твоих близких. Ага. Это была совсем другая буря. Какая? Ты как-то немножечко угасла в своей семье. Не угасла. Я просто дала маме шанс проявить себя. И я ему показала то, чего не показывала никому вообще. Ты такая разная. Я не знаю, где ты настоящая. Для меня важно убедить в тебе искренность. Какая неискренность? Я тут, самое честное, сижу на районе, и ты мне тут такое задвигаешь. Кажется, я сейчас пойду домой. Так я искренне. Фейк это отстой. Катя жутко волнуется. Я вижу, насколько она душевна. Мне хочется ее оставить. Я тебе верю. Слава богу. Увидимся в Сочи. Серьезно? Ё-моё. Ну все. То, что я сказал. Все-таки же он Софию не выберет. И его, ну, там было уже понятно. Хотя в начале он, блин, он так в нее был влюблен. Согласитесь, вспомните первые выпуски относительно. Прям был так в нее влюблен. Ну и все, вторая Алина. Я финалистка этого проекта. И все, я ухожу с Игорем вместе. Ну, это верятливо, потому что это еще тут есть. Только кто? С Алиной будет труднее, чем с Софой. У Софы с Игорем достаточно долгая и романтичная история. Но, судя по прошлому их свиданию, у них что-то какой-то нетрод произошел. Привет. Какие у тебя стройные ноги? Точно первый комплимент был на галочке, приятно. Спасибо. Привет. Привет. Мм, понятно. Ну все, ты поедешь домой. Присоединяйся. Аккуратно. Я Софу впервые вижу в таком вызывающем образе. Очень сексуальное, красивое. Софа, мы пришли с тобой в большой путь. Да. Я благодарен за то, что ты показал мне место своего детства. Я видел, как тебе было непросто. Я какой-то короткий промежуток времени тоже жил в поселке. И это тоже мне напоминает детство. Я здесь 8 лет прожила. Ну, приезжаю к родителям, но не часто здесь бываю. Я в этот день почувствовал настоящую близость с тобой. Ну, уже было поздно. Поцелуй на закате и останется в моей памяти на себя. Али тоже. Но. Это но. Что, что-то плохо? Но ты мне не подходишь. И что? Соф, я в этот проект пришел для того, чтобы вести двойную игру в отношениях. Я хочу верить, что ты со мной честна. Да, я с тобой честна. Но у меня есть сомнения по поводу твоей искренности. Где я уже успела быть неискренней. Вроде, ну, как бы все наоборот. Как же, пожалуйста, ты умеешь любить? Любить? Конечно, умею. Ну, ты достаточно холодна. Полный. Я возмущена. Я отказалась от своей жизни на два месяца. И я каждый раз остаюсь. Это значит, что каждый раз я тебя выбираю тоже. Я считаю, что поступки гораздо громче, чем слова. Мне важно, чтобы он тоже это понимал. У Софы сегодня все очень непросто. Ты поедешь домой. Я смотрю на Софу и думаю, не слишком ли она самоуверенная. Но надо все-таки немножечко нервы потрепать. И держу паузу. Подожди, что значит немножечко нервы потрепать? А может быть, все-таки в финале будут три девчонки? Сейчас. Не, ну я вот тут как-то вообще не... Я очень сомневаюсь, что он Алину выкинет. Прости. Эти паузы выдают истинные эмоции человека. Я из-за нервов смеюсь. И я вижу, что она настолько переживает. И мне жутко неловко от того, что я делаю. Давай договоримся, что в Сочи ты оправдаешь мою доверие. В Сочи? Да. Именно там я должна оправдывать доверие. Именно там будет финал. Три девчонки, получается, будут в финале. Хорошо. Давай договоримся. Ну я сейчас вообще не представляю, что он Алину выкинет. Потому что Алина тут вообще прям... Я рада, я рада. Ура, хорошо, все нормально, все, окей. Окей, давайте смотреть. У меня на Сочи грандиозный план. Там будет проверка пожестче. Поэтому я хочу в любом случае, чтобы она оказалась... Что там, это это лжи будет? Да нет, я вообще не представляю, чтобы он ее сейчас не принял. Он даже сейчас улыбается, так рад ее видеть. Привет. Привет. Очень нервничаю. В финал это два человека должны остаться. Я не знаю, как у них прошли свидания с родителями. Что они не два, получается три. Смотришь, мне уже страшно. Извини, сегодня я буду очень честным, и разговор будет не из легких. С таким выражением лица в любви не признаются. С таким выражением обычно говорят, что мне ты не особо нравишься, но вот я вообще тобой играл. Я пришел сюда с реальными чувствами и серьезными отношениями. Вот это у нее все... Я понял для себя, что мне стоит только на тебя посмотреть, как я перестаю замечать остальных. Красиво. И меня это пугает. Не хочется обделовать. У меня с Алиной и не по-другому страсти. Алина очень красивая девушка. Наши 24 часа все еще продолжается. Ты же хочешь остаться. Да. И он этого хотел, и я этого хотела. Почему нет? Но я серьезно настроен. Я хочу именно не только секс, игрушку. Я боюсь, что эта страсть съест меня изнутри. Это абсолютно не то, что я хотела сегодня услышать от него. Я не хочу причинить боль и тебе, и себя. Я принял непростое для себя решение. Ты едешь в Сочи. У меня наворачиваются слезы. Ну, мне кажется, типа, он тут тоже такой пытается как бы натянуть интригу, чтобы она такая, ты скотина там-то, мы едем в Сочи, а-а-а, а-а-а, да? Типа, я домой. Алина, это очень экстремально. Напряжение такое, что можно заряжать телефон без розетки. Ну, ты же любишь экстремно? Ты тоже любишь. Рискнем? Рискнем. Тогда до встречи в Сочи. В Сочи? Ну, то есть, короче, тройка в финале. Нет, так нельзя поступать с женщинами, нельзя. И так инфаркт можно себе схлопотать. Это все. Так это уже среди своих выбирать. У меня сердце ушло в пятки. То есть, никого не выкидывают? Почему у тебя сердце ушло в пятки? Надо быть дураком, чтобы не понять. Ну, ты сказал так, как будто бы ты собрался со мной прощаться, если честно. Ну, как видишь, до встречи в Сочи. Я не могу сказать, что я очень счастлива. Он сказал то, чего я и боялась. Все зарождается у нас со страсти. И очень страшно, чтобы эта страсть не погасла. Все, прищем. У меня с Алиной... Она немножечко обиздюнула. Вообще, в принципе, для меня новое отношение. Бля, жалка ее. И мне интересно знать, к чему это все приведет. Я хочу знать о них еще больше, чем раньше. Ох ты! Несите кроволол, львишка! Так как я люблю интриговать, я решил никого сегодня не отпускать домой. Я хочу, чтобы каждая девушка сделала выводы на основе своих ощущений. А возможно еще, почему никого не выгнала? Там же были выпуски, когда некоторые девчонки вообще сами уходили. А там, наверное, есть же какой-то сценарий. И вот, может быть, поэтому и остались три девчонки. Ну, это я так предполагаю. Произошли между нами. И дальше я буду решать, кого же я выберу на полиции. Но решать будет не только главный герой. Через неделю его избранница узнает, кем на самом деле является наш мистер Икс. Ага, то есть все, то есть у нас остался последний выпуск. Смотрите в финальном выпуске. У меня нет машины бизнес-класса. Нет своих дорогущих часов. Я не занимаюсь криптовалютой. У меня нет ничего. Так что же окажется главнее? Любовь или деньги? После того, что ты узнал, я хочу спросить тебя, готова ли ты быть со мной? Ну вот, как-то так. То есть все-таки у нас будет финальный выпуск, и там будут все три девчонки. И я так понимаю, что, наверное, будет не троим сразу это говорить, что, ну, там, ты готова, ты готова, либо ты готова. То есть он выберет какую-то одну. И вот эта речь будет сказана для какой-то одной. Ну вот прям интересно, скажите. Это все будет уже в последнем выпуске. А с вами был Андрей Чент. До скорой встречи.